С итоговым выпуском новостей на телеканале Хабар 24 Сергей Гергель. Добрый вечер. Послы пяти государств сегодня вручили верительные грамоты президенту Казахстана. Вновь избранные главы депмиссии Ливана, Украины, Бразилии, Германии и Пакистана намерены укреплять сотрудничество с нашей республикой. На чем будут делать акцент, выяснила Ирина Камышова. Церемония в мраморном зале Аккорды. Президент Нурсултан Назарбаев лично принимает верительные грамоты у пяти послов. Это значит, что с этой минуты начинается официальная работа амбассадоров Ливана, Украины, Бразилии, Германии и Пакистана. Глава государства отметил, это важное и радостное событие в жизни каждого дипломата. Нурсултан Назарбаев подчеркнул значимость взаимоотношений с каждой из пяти стран. Вновь избранные послы намерены расширить границы партнерства с Казахстаном на всех уровнях. И мы наблюдаем укрепление отношений между нашими странами. К примеру, товарооборот Казахстана и Украины возрос на 19%. В нашей стране работают около тысячи совместных предприятий. Развивается партнерство и с Бразилией. В этом году мы отметили 25 лет дипломатических отношений. Мы намерены удвоить торговый оборот с Германией. Ливан намерен вложить инвестиции в казахстанскую экономику. Казахстан оказал поддержку Пакистану при вступлении страны в шанхайскую организацию сотрудничества. Новоспеченные послы в Казахстан приехали не с пустыми руками. Полны идей и планов. Как будут работать зарубежные представительства, дипломаты поделились позже журналистами. Вот посол Германии Тила Клинер. Он уверен, нужно увеличивать товарооборот. Сейчас Казахстан и Германия торгуют между собой на 6 миллиардов евро в год. Наш потенциал торговленного объема, по крайней мере, имеет в два раза больше потенциал. Мы должны стремиться к его увеличению до 10 миллиардов евро в течение следующих трех лет. Прежде всего, я имею в виду при этом сектор сельского хозяйства. У нас будет большая конференция здесь. Химическое промышленность и машиностроение. Над увеличением объемов инвестиций и усилением делового партнерства намерена работать глава бразильской дипмиссии. Отношения с Казахстаном она назвала взаимовыгодными. Страны дружат четверть века. Ну а выступление Марсия Доннир-Абреу начала с приветствия на казахском языке. Мы намерены работать в рамках ВТО, активизировать торговые отношения с Казахстаном. Также наша страна видит перспективы совместного партнерства в сфере сельского хозяйства, возобновляемой энергетики, горнодобывающей промышленности, а также в области культуры и спорта. Укреплять взаимоотношения и политические, и экономические, и просто дружеские намеренные послы Ливана, Украины и Пакистана. Они выразили благодарность президенту за доверие. И это доверие, уверены дипломаты, между странами будет только укрепляться. Ирина Камышова, Едель Ирмикбаев, при поддержке телерадиокомплекса президента Хабар-24. Как усовершенствовать систему ливневых канализаций обсуждали сегодня на заседании правительством. Накануне нетипичная для столицы погода привела к подтоплению ряда улиц. Это затруднило движение пешеходов и автомобилей. Какие еще темы рассмотрели на заседании, расскажет Марк Брюшко. Не Внеция, а Астана. Так выглядели после дождя некоторые улицы столицы. За два дня осадков выпало в полтора раза больше месячной нормы. При этом каждый год топят одни и те же улицы. А ливневки с такими потоками воды не справляются. Предприятие по отводу ливневой канализации предложил создать Аким Астаны на заседании правительства. По словам Осета Исикешева, оно будет держать на балансе всю систему и заниматься обслуживанием ливневых стоков. Премьер-министр Бакаджан Сагентаев поручил сделать основной упор на ливневые канализации в пятилетнем плане развития столицы. Я вчера видел на одной из улиц действительно была такая ситуация. Аким держит на контроле этот вопрос. У него были конкретные предложения. Я надеюсь, что эти предложения эту ситуацию помогут исправить. Первый раз слышу это предложение. Если оно необходимо, чтобы ситуация улучшилась, пожалуйста, наверное, нормально. По прогнозу дождь может иметь затяжной характер. Это способно негативно повлиять даже на уборку урожая. Пока сбор пшеницы продолжается в Актюбинской, Алматинской, Павлодарской, Казалардинской областях, на западе и востоке страны. Работы практически завершены в Жамбылском и Туркестанском регионах. В Минсельхозе ожидают роста цен. По словам главы ведомства, в этом году пшеница третьего класса уже оценивается в 49 тысяч тенге. Валовый сбор зерна прогнозируется в объеме более 20 миллионов тонн. Это является неплохим результатом в жестких условиях текущего сезона. Основные зерносеющие регионы приступят к уборке в конце августа, начале сентября. По данным Акиматов, готовность техники к уборочным работам составляет 100%. Для своевременной уборки выделено 394 тысячи тонн удешевленного ГСМ. В Павлодарской области в пилотном режиме топливо распределяют по электронной системе. Происходит это в порядке очередности с привязкой к электронным картам полей. Продолжают готовиться и к отопительному сезону. До 15 октября Акимы областей, а также городов Астаны и Алматы должны полностью завершить все объекты. В том числе автономные котельные и инженерные сети. Автономные теплоисточники нужно обеспечить запасом топлива. Бакаджан Сагентаев отметил, что в целом работы по подготовке к отопительному сезону идут, но темпы необходимо наращивать. Марк Брюшко, Ерболдаиров, Хабар, 24, Астана. Возмещать владельцам автоущерб от ливневых потопов Акимат Астаны не намерен. Об этом стало известно на брифинге по развитию системы ливневой канализации столицы. Заместитель Акима города Косман Айтмухаметов, отвечая на вопросы журналистов, об ущербе автолюбителям рассказал, что власти предупреждали водителей не ехать в опасные места. Теперь же Акимат бросает все свои силы, чтобы разобраться с ливневой системой города. Были выявлены ошибки при проектировании некоторых улиц, а на других, например, на многострадальной Мамушилы, потопы объяснил просто большим количеством сточных вод в этом месте. При этом Айтмухаметов решил все-таки извиниться за сложившуюся ситуацию. Хотелось бы сегодня с площадки СЦК извиниться перед населением города, что были такие моменты у нас, допущено подтопление, которые мы в течение двух-трех часов исправили, конечно, ситуацию, но факт остается фактом. Больше 500 заявок на откачку воды за последние сутки поступило в коммунальные службы Кокшетау на номер 112. Ливнем, продолжавшись два дня, затопило частный сектор областного центра. К настоящему времени из дворов откачали свыше 600 кубометров воды. При Акимате города возобновил работу оперативный штаб по ликвидации последствий от ливневых вод. Подробности у нашего корреспондента. Пострадавшие от потопа наперебой рассказывают, как они прожили эти два дня. У кого-то в доме пострадала мебель, у кого-то перегорели бытовые приборы и техника, кто-то сожалеет о вложенных средствах в ремонт. Это ужасно. Холодно, сыро, вода пошла вся в дом. Мы вот здесь минут второго ночи еще даже не ложились. Воду выносим и выносим бесконечно. Лампочки прям лопались, боимся включать. Такая ситуация в ливне повторяется из года в год. Жители в первую очередь хотят, чтобы их проблемы были услышаны. К примеру, на этом участке порядка 12 домов старых саманных построек. Непрекращающиеся дожди размыли узкую улочку, и вся вода хлынула в жилье. Из-за дождя у меня вчера погорел ноутбук, сгорела холодильная камера. Что холодильник стоит у меня на кухне, там света нет, я не могу узнать. Но я думаю, что то же самое. Затопило дом, затопило мне зал, затопило две спальни, пропала вся мебель. Общий ущерб мы будем считать после того, как к нам будут обращаться наши жители. Дело в том, что согласно действующему законодательству, пострадавшие от паводковых вод могут обратиться в отдел занятости социальных программ города Кокшатал, где им оказывается единовременная помощь материальная в размере 30-ти месячных расчетных показателей. Кокшаталские коммунальщики работают в усиленном режиме. Задействовано более 50 единиц спецтехники, но и ее не хватает. В планах привлечь силу частных компаний. Адресов много, заявок много, очень много. Более 200 заявок вчера поступило. По всем обращениям, буквально все обращения, все заявки мы будем закрывать. Сегодня еще дополнительную технику привлекаем. Обрывы электропередач в городе устраняли 8 бригад. Сейчас в строй вводят две трансформаторные подстанции в селе Краснояр и поселке Станционы. Через сети канализационных стоков перекачано порядка 51 тысячи кубических метров воды при норме 23 тысячи. Вадина Смоголова, Евгений Шенкаренко, Кокшатал, Хабар-24. А теперь о событиях в мире. На Гавайские острова в Тихом океане надвигается мощный тропический шторм Лейн. Как сообщает американский центр ураганов, буря, которой уже присвоена пятая категория, принесет с собой шквалистый ветер, сильные ливни и высокий прибой. Течения вдоль острова усилятся и станут опасны. Между тем, с какой силой Лейн обрушится на сушу, специалисты сказать не могут. Однако, по их словам, есть надежда, что к моменту прихода на Гавайи ураган ослабеет. Тем не менее, местные власти готовятся к удару стихии. На острове закрыли все школы и офисы департамента образования. Ядерное соглашение с Ираном необходимо сохранить. Об этом в США, заявил министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант. Выступая в Институте мира, политик отметил, что Лондон и Вашингтон солидарны по большинству международных вопросов. Однако, как подчеркнул Хант, по соглашению с Тегераном между странами остаются разногласия. Напомню, в мае Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из ядерной сделки с Ираном и поручил министрам восстановить санкции против Тегерана. Тогда глава Белого дома заявил, что соглашение с Исламской республикой не может предотвратить появление у нее ядерного оружия в скором будущем. Однако, страны Европы высказались за сохранение соглашения. Многие компании Старого Света продолжают поддерживать с Ираном деловые связи. Добавлю, исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома Тегеран и международные посредники достигли в 2015 году. Документ помимо Ирана и США подписали Великобритания, Россия, Китай, Франция и Германия. Тогда Иран обязался ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену международных санкций. Китай и Соединенные Штаты возобновляют торговые переговоры. Встреча делегатов двух стран продолжится завтра в Вашингтоне. По сообщению Центрального телевидения Китая, делегация Поднебесная во главе с вице-министром торговли Ван Шоу Вэнь уже прибыла в столицу Соединенных Штатов. Гостей встретил заместитель начальника отдела международных дел департамента казначейства США Дэвид Миллс. Отмечу, это уже пятый раунд переговоров. С февраля до государства провели четыре встречи в попытке устранить противоречия в торговой сфере. Тем не менее, какой-либо договоренности сторонам пока достичь не удалось. Завтра по плану вступают в силу взаимные пошлины США и КНР. По второму списку товаров объемом 16 миллиардов долларов для каждой из сторон. Хотя, по данным агентства Associated Press, некоторые американские компании высказываются против введения пошлин на китайские товары, считая, что это повлечет за собой еще большие расходы. Китайские эксперты также говорят об отрицательном эффекте таких мер для обоих государств. Конечно, повышение пошлин со стороны Соединенных Штатов невыгодно для китайских экспортеров и в разы снизит их доходы. Но это, как говорится, палка о двух концах. Ведь такие меры влекут за собой и увеличение расходов американских компаний, а также повышение стоимости китайских товаров на рынке США. Согласно статистике, на депозитах 60% американцев хранится менее тысячи долларов. Это означает, что большая половина населения заинтересована в приобретении дешевых по стоимости товаров. Поэтому рост цен повлияет и на качество жизни. Переговоры ЕС и Великобритании об условиях Брексит вступают в финальную стадию. Об этом в Брюсселе по итогам первого дня двусторонней встречи сообщил главный переговорщик ЕС по выходу Мишель Барнье. Одной из главных нерешенных проблем остается вопрос о границе между Республикой Ирландии и Северной Ирландии. ЕС выступает за сохранение Белфастом членства в Таможенном Союзе и за доступ к единому европейскому рынку. Однако Лондон против создания границы внутри Соединенного Королевства. Напомню, Великобритания должна выйти из Евросоюза 29 марта, но окончательно договориться об условиях выхода стороны должны до конца октября нынешнего года. Переговоры в настоящее время вступают в финальную стадию. Мы договорились о том, что ЕС и Великобритания с этого момента будут вести переговоры непрерывно. Мы будем регулярно встречаться, чтобы подвести итоги и продвигать переговоры вперед. Во обсуждении вопросов, касающихся внешней политики и безопасности, мы продвинулись намного дальше, чем в обсуждении экономических отношений. У нас еще есть пробелы и есть что обсуждать. Я знаю, насколько Мишель Барнии предан идее достичь соглашения. Я уверен, что если обе стороны продемонстрируют прагматизм, амбиции и энергию, то в октябре мы заключим сделку. 6 ноября в Сеуле встретятся министры иностранных дел стран Центральной Азии и Республики Корея. Об этом сообщили в Южнокорейском медиа. Для подготовки к этому форуму в страну утренней свежести пригласили по пять представителей министерств и ведомств от Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Нашу республику представляют сотрудники Министерства энергетики и сельского хозяйства. Гостей познакомили с южнокорейскими ноу-хау по улучшению экологии. Казахстанцы вместе с коллегами побывали на полигоне по утилизации мусора. Сюда из Сеула ежедневно поступает 18 тысяч тонн бытовых отходов. Их перерабатывают и получают питьевую воду, корм для животных и газ, которым заправляют городские автобусы. Также члены делегации посетили Национальный институт экологических исследований. Он расположен в умном здании, которое не производит выбросов вредных веществ в атмосферу и полностью обеспечивает себя электричеством с помощью солнечных батарей. Главной темой встречи пяти министров стран Центральной Азии в Сеуле будет эффективное управление водными ресурсами и спасение Аральского моря. Поэтому мы пригласили специалистов по водным ресурсам, чтобы они могли познакомиться с ноу-хау по очистке воды. Также мы бы хотели, чтобы представители Центрально-Азиатских стран познакомились с корейскими коллегами и обменялись опытом. Свыше трех миллионов детей пойдут в государственные школы в новом учебном году. Из них впервые порог учебных заведений переступят 350 тысяч учеников. Такие цифры на заседании правительства озвучил министр образования и науки Ерлан Сагадеев. Этим летом открыли 21 школу. За счет средств республиканского бюджета строят еще 110, 72 откроют уже в этом году. За счет местных бюджетов строят 94 школы и 29 пристроек. Из 99 в 72 детских садах капитальный ремонт завершен. В остальных ремонтные работы планируют завершить к 31 августа. За счет местных бюджетов на сумму свыше миллиарда тенге проведен текущий ремонт в 1662 детских садах. По словам министра, на закуп книг для учеников третьих, шестых и восьмых классов выделено больше 28,5 миллиардов тенге. Мониторинг отгрузки литературы из издательств ведется ежедневно. Сейчас эта цифра составляет свыше 82%. Между тем, бесплатным горячим питанием планируют обеспечить 275 тысяч школьников. Больше трех тысяч бесплатных юридических консультаций получили жители Тараза в Центре правоохранительных услуг, который работает с декабря прошлого года. С его деятельностью ознакомился заместитель председателя Сената парламента Бектас Бекназаров в рамках рабочей поездки в Жамбулскую область. В Центре любой желающий может получить госуслуги через веб-портал «Электронное правительство», консультации или юридическую помощь на бесплатной основе. Здесь с населением работают опытные адвокаты и медиаторы. Кроме того, Бектас Бекназаров посетил областной департамент внутренних дел. Ему продемонстрировали работу Центра оперативного управления. Полицейские с помощью видеонаблюдения следят за охраной общественного порядка. Всего по городу установлено 206 камер. Далее сенатор встретился с коллективом департамента внутренних дел. На встречи сотрудники внесли свои предложения. В частности, они считают, что необходимо ужесточить наказание за кражу скота. Только с начала этого года задержаны уже 138 человек. В средней тяжести преступления, когда преступление, кражи совершается, очень много, мы их рецидив называем. Человек должен нести ответственность, а закон этого сейчас не позволяет. Я теперь, у меня другое мнение, насколько парламент принял правильный закон. Обстоятельный разговор областном департаменте внутренних дел состоялся. Абсолютно обоснованные ставят вопросы, и наверняка мы будем проталкивать их, мы будем выдвигать их, стремиться к тому, чтобы они превратились в нормы законных. Депутат Мажелиса Кудейберген Ержан прибыл на восток республики, чтобы узнать о положении пограничников в регионе. Первая встреча состоялась в Усть-Каменогорске, в штабе воинской части 2034 пограничной службы Комитета национальной безопасности. Солдаты и офицеры рассказали депутату о своих проблемах. Главное из них – обеспечение жильем. По сравнению с другими военнослужащими пограничникам сложнее получить по госпрограммам заветные квадратные метры. Кудейберген Ержан намерен затронуть этот вопрос в парламенте. За неделю мажелисмен планирует посетить около 15 застав. Спасибо военнослужащим, что они нанесут сегодня службу, несмотря на такие лишения. Насколько мне уже стало известно, что в отдаленных уголках нет инфраструктуры, нет возможностей. Тем не менее, служба идет довольно, скажем, неплохо. Хотел бы поблагодарить, посетить, посмотреть, убедиться и по возможности помочь. Продолжение следует... На сегодняшний день любой член партии Нур-Атан, который является активным членом, может попасть в кадровый резерв партии и продвигаться по социальному листу, быть выдвинутым делегатом республиканского съезда. Организация таких форумов дает нам много возможностей, чтобы внедрять вот эту работу, передовой опыт других регионов в наших филиалах партии. Информация о выплате бонусов в размере 650 тысяч тенге – фишинговая атака. Она производилась с целью получения персональных данных, логина и пароля пользователя. Об этом заявили в компании «Национальные информационные технологии». Ранее неизвестные распространили информацию о том, что граждане, работавшие в Казахстане и России с 1991 года, могут претендовать на выплату определенной суммы. При этом рассылка производилась с сайта, зарегистрированного за рубежом. На колл-центр портала ЕГОВ поступило свыше 100 звонков. Казахстанцы, ставшие жертвами атаки, интересовались достоверностью этих сведений. Как отметили в компании «Национальные информационные технологии», рассылка не несет финансовой или иной угрозы пользователей. «Информация, которая собиралась в данном случае, в данном видеоатаке, она несет угрозу, потому что никакие данные личного пользователя не отправлялись. Ни ИИН, ни фамилия, ни какие-то номера счетов. Собиралась просто база именно мобильного номера. Мы, к сожалению, не можем свои сайты закрыть от внешнего мира. Большинство атак, они проходят ежедневно, и большая часть атак идет именно с простору интернета за пределами Казахстана». Казахстанские нейрохирурги осваивают новые технологии. Теперь специалисты смогут помогать пациентам со сложнейшими заболеваниями без большого риска для их жизни. Это стало возможным благодаря уникальным медицинским аппаратам. Подробнее в материале Ярнура Дожжанова. Сейчас врачи проводят одну из сложнейших операций в нейрохирургии – удаление опухоли головного мозга. На операционном столе 66-летний мужчина. Благодаря новому аппарату сам процесс операции для врачей упрощается в разы, а для пациентов риск сводится практически к нулю. Интраоперационный нейромонитор. Сами врачи называют его монитором целостности нервов. Название говорит само за себя. Аппарат позволяет отслеживать малейшие изменения в нервной системе пациента, давая хирургам обратную связь, в правильном ли русле идет операция. Мы видим, что если у нас сигнал начинается здесь, мы можем посчитать, за сколько миллисекунд сигнал доходит от точки стимуляции до нервов. Раньше такие технологии использовались лишь за рубежом. Теперь новинку осваивают и отечественные нейрохирурги. На базе больницы медицинского центра управления делами президента иностранные специалисты проводят цикл мастер-классов. Недавно здесь закупили из Германии нейромониторы последнего поколения. Нервы и, например, ткани опухоли похожи друг на друга визуально. Это все ткани бледно-серого цвета. И глазом, даже опытнейшему хирургу, иногда бывает сложно увидеть грань, где заканчивается здоровый нерв и начинается опухоль. Нейромонитор в данном случае действительно как миноискатель для сапера позволяет увидеть границы здоровых работоспособных нервов. Оборудование позволяет проводить операции на качественно новом уровне. Минимизируя негативные последствия хирургического вмешательства, а реабилитация пациента проходит в разы быстрее. Так, при помощи аппарата можно помочь избавиться от заболеваний щитовидной железы, тяжелых форм эпилепсии и труднодоступных опухолей. Юрнур Душанов, Марат Дихамбаев, Хабар-24, Астана. Работы художников Тайваня на тему знаков лунного календаря могут увидеть жители и гости столицы. Они представлены в Национальном музее страны. Коллекция из 83 работ выполнена в самых разных техниках печатной графики, среди которых литография, шелкография и ксилография. Своё путешествие выставка начала по Музеям России в прошлом году. Завершается она в Астане. Причём часть работ художники намерены подарить Национальному музею. На этой выставке можно увидеть комбинационные такие техники, когда частично используется цифровая технология, частично традиционная. Красный цвет, вы сами знаете, что он присущ, характерен для китайского искусства, поэтому на многих работах много красного цвета. Ну и потом вот дракон как символ. Обычно 11 знаков это животное, единственное не животное, это дракон. Вот здесь как раз вот работа посвящённая этому знаку. И на этом всё. Следите за развитием событий вместе с нами на телеканале Хабар 24. Продолжение следует...